Это будет всегда. Поэтому хотелось бы сразу на этапе имплантации постараться восстановить этот дефект вертикальный. И вот поверьте мне, просто есть работы итальянские, они показывают то, что мягких тканей абсолютно достаточно в этом участке. Не надо делать никакую костную пластику, не надо там эти 3-4 мм, да, какими-то титаническими усилиями, тем более, что вертикальные костные дефекты на верхней челюсти, во фронтальном участке, это очень сложная ситуация. Даже с этими поддерживающими пинами и так далее, это все равно достаточно сложные дефекты, которые очень тяжело восстанавливаются, потому что питание там, к сожалению, недостаточно для них, и оно по вертикали, верхняя челюсть растет нехорошо. И что в этом случае? Мягкотканный трансплантат. А вот это, да, вот здесь именно ошибка, почему я вам сказала, по каким угодам он придет и скажет, доктор, у меня черная дырка. Вот здесь вот черный треугольник, вы что мне сделали, это мне некрасиво. Я свищу там, пою туда и так далее. Коронка должна выглядеть вот так. Вот нормальный зуб, вот его десна, пусть она там будет. У вас плюс десна должна получиться после самой операции. Вот здесь вот мы предполагаем установку имплантата. Вот наш такой-то временный там пусть аббатмент, не знаю, какая-то там структура, которая позволит поставить... Ну, временный аббатмент, как правило, металлический мы используем, не знаю, кто-то может что-то другое. Коронка провизорная, естественно, что она выведена из прикуса, это само собой. Вот такая, она нигде не прикасается к десне и контактирует с соседними зубами, фактически у режущего края. Я это подсмотрела у итальянцев на симпозиуме. Они теперь все реставрации на этапе пластики какой-либо делают вот таким образом. Для них, да, они как бы не эстетично, не похожи, она смотрится некрасиво. Она получается все время где-то в половину высоты от соседнего зуба. Но она дает возможность через 4,5 месяца получить великолепный результат эстетический по мягким тканям. Везде сохранные сосочки, везде хороший конгломерат десны. И потом ортопед уже делает действительно полноценную через 4,5 месяца конструкцию. И заметьте, что для этого не нужно делать никаких космопластических мероприятий. Что будет удлинять сроки лечения, делать их менее прогнозируемы, менее благоприятны для послеоперационного периода, для пациентов. А скажите, ребята, с какого времени можно использовать? При таких... Я начинаю через 3 дня им выписывать, чтобы они... Вот пока чуть-чуть, чтобы швы как бы стабилизировались и все. И потом пусть... Они все равно будут бояться недочищать. Я вот уже просто как-то... Это опыт такой. Так там... Я не понимаю. Прямо должен быть открытый этот... Абатмент? Абатмент? Да, да. Вот прямо открытый абатмент. Единственное, что они вот делают у них какие-то белые. Я так... Я у Зукели спросила... Белый, что это абатмент? Абатмент... Он выглядит не так, как наши временные пластиковые абатменты. Но... Там была такая толпа, его начали там... Опять на аудитор, да? Он более отлопный. Я только хотел сказать... Он более просто... Вы знаете, как бы... Зрительно, он более такой, как вот... Он похож на керамический. Вот. Я поэтому и смутилась. Я его спросила, говорю, а что, говорю, абатмент постоянный? Уже сразу керамический вы сделали? Он говорит, нет, это временный пластик. И я говорю, ну, вот, как-то меня смутило, что он выглядит не так, как... Потому что наши такие серенько-прозрачные, вот они, как бы, на фотографиях. А вот это полуэтажный, а еще пунктный белый. По-самбе, 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 по-самбе. Я не буду спорить. Но это временный абатмент, он торчит, какой хотите, хоть металлический, пластиковый. И здесь на нем коронка. Значит... Я не буду... Они могут этот абатмент вообще отфизировать. Может, у них в станок стоит? Может, у них в станок... Я не буду, как бы, с этим даже спорить. Потому что меня это интересовало только с точки зрения, что мне туда вставить, да? Нет, слава богу, это не тело вообще. Вот самое главное, вот пациент... Доктор, допустим, понял, что он совершил ошибку. На этапе ортопедического лечения. Что его делать? Вот утратил он этот случай. Ну, мы вот сейчас разберемся. Я вам покажу, как мы это решаем. Да, к сожалению, здесь приходится делать уже пластику мягких тканей. Но она другого объема. Здесь вы во время имплантации делаете забор, да? Если у вас есть бугор, вы берете с бугратом с плантат, да? Да, доэпитализированный. Если вы берете его с неба, если у вас нет бугра, например, да? Нет возможности, там есть все восьмые зубы. Если вы доэпитализируете, устанавливаете его сюда, то это все в одну операцию. Вы же понимаете, что пациент намного легче все это перенесет однажды, чем когда вы еще потом, через полгода, вдруг очухиваетесь и начинаете делать пластику мягких тканей. Ну, это не здорово. Но исправлять свои ошибки тоже надо. Они и у меня есть. Я тоже. Но я стараюсь не отпускать никуда таких пациентов. И все, если нужно, доделывать самой. И переделывать, исправлять свои какие-то нюансы, ошибки. Поэтому, наверное, это правильно. По каким-то там, может быть, постгарантийным ситуациям, как угодно. Но я считаю, что врач должен сам исправлять, чтобы понимать до конца, что и где он. Он на своих ошибках выучится сразу. Просто стремительно. Он начнет искать решения. Почему мы с самого начала? Я бы сказала, что переимплантида – это эмпирический путь познания. То есть, вот столкнулся сегодня с этой проблемой. Решаешь эту проблему. Завтра столкнешься. Ну, вот я поняла, что Зукелия, он сказал, что это самая частая ситуация. В их клинике не воспалительные переимплантиты, а атрофические. И то есть, вот у них это самая большая проблема – обнажение резьбы имплантата. Вестибулярная поверхность. На верхней и нижней челюсти фронтальные зубы. И он для них специально вот сделал это исследование, работу и разработал метод. Поэтому вот он вот этим локусом именно занялся, потому что у них вот частота встречаемости такая. Я с коленей не так давно вернулся. Они делают так. Они на упреждение работают. Они ставят имплантат. Профилактика. То, о чем мы говорим. Они ставят имплантат, сразу ставят формик и сразу подшивают трансплантат. Они увеличивают. Пусть лучше будет чуть больше. Потом. Ну, они говорят, что усадка есть. Усадка есть. Это то, о чем мы с вами говорили, об атрофических процессах. Сразу это все подшивают и формик ставят. Значит, мое личное мнение вы хотите узнать или клинические данные? Да. А что вы хотите услышать? Клинические данные, значит, говорят о том, что метод установки имплантатов одномоментно с формирователем Дисны или закрывая его заглушкой, имеет на существование в равной степени. Не образуется никаких там соединений и никаких помп. Это мифы. Я сейчас объясню. Почему начали ставить формирователь сразу в области имплантата? Для чего это было сделано? Для поддержки. Чтобы несколько манипуляций не хочу есть. А вот мы, допустим, трансплантат сразу подшили, а к чему он не подшили? Какая поддержка? А как его формирователь поддерживает? Простите, пожалуйста. Он же все-таки является какой-то стенкой. Металлической. Да. А что он поддерживает? Давайте с вами сказали, что не было никакого стежка, чтобы не надо было подсекать от космоса и закрывать трансплантателем. Нет, мы сразу формировали. Владимир, мы сразу. Знаете, для чего придумана вообще методика? Для того, чтобы не было. Был такой доктор, он сейчас работает, он придумал вот эту методику. Установки формирователя вместе с имплантатом. Это сделано только для того, чтобы исключить микроподтекание в будущем при установке абатмента. Потому что они говорят о том, что это американская школа.